В эфире информационный канал Город. Мы продолжаем. В Кирове оперативники МВД задержали группу вымогателей. Злоумышленники заставляли инвалидов и пенсионеров оформлять кредиты. Полученные деньги забирали себе. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Трое подозреваемых под предлогом помощи в поиске заработка заманивали пенсионеров или инвалидов в автомобили и увозили в квартиру. Там их обучали, что нужно говорить и как себя вести для получения в банках заемных средств. К тем, кто выражал несогласие, применяли насилие, либо угрожали расправиться с близкими. В итоге потерпевшие выполняли все их поручения, брали займы в микрофинансах, оформляли кредиты на бытовую технику или электронику. Деньги и товары вымогатели забирали себе. Сейчас возбуждены уголовные дела. Предполагаемый организатор арестован. Установлено 9 аналогичных преступлений. В Оречевском районе в аварии погибла 48-летняя женщина. ДТП произошло 27 июля в 15 часов 35 минут на 12-м километре автодороги от Дышева-Нижнеевкино. По предварительным данным ГИБДД, 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Шкода» «Фабия» при повороте налево не уступила дорогу встречной 13-й. В результате происшествия 48-летняя женщина-пассажир автомобиля «Шкода» «Фабия» погибла. А также 9-летний мальчик данного автомобиля получил травмы и был госпитализирован с места дороже транспортного происшествия. 25-летний водитель 13-й также получил травмы, но от госпитализации отказался. Сейчас по факту смертельного ДТП идет проверка. Задумался о своей репутации пьяный водитель Ауди Дмитрия, когда его задержали в слободе Талица. В полночь мужчина решил по-быстрому съездить в магазин. На обратном пути его у дома поймали сотрудники ДПС. В итоге автослесаря Дима оформили за пьяное вождение и показали по телевизору. Ему грозит лишение прав, штраф в 30 тысяч рублей и дурная слава.